Сегодняшняя встреча была посвящена Дню Народного Единства, который в России отмечается 4 ноября с недавних пор. Но корни его уходят в глубокую старину. И связан он не только с ополчением и освобождением Москвы от поляков, но и с Днём Православного Праздника Казанской Иконы Божьей Матери, который в России христиане праздновали 4 ноября уже более 3,5 веков, рассказывал ребятам священник Пётр Зорин. Именно в ноябре 1612 года ополченцы молились перед чудотворным образом, готовя себя к битве и одержав победу. То, что Днём Народного Единства выбран день празднования Казанской Иконы Божьей Матери, имеет глубочайший смысл. Человек не должен жить в отрыве от Родины, в отрыве от социума. Человек должен понимать, почему людей волнуют те или иные проблемы, для чего они нужны. Потому что человек, который живёт без Родины, он обречён на вымирание. Другой интересной темой встречи была тема, как найти себя в жизни, чему себя посвятить, идти по воле случая или же самому решать, что делать. Понятно, что у человека склонности могут быть к лежанию на диване, могут быть к лоности к питью пива, но это не склонность, это пороки. Говорили батюшки и на сокровенные темы о воздержании, и не о растрачивании своей души по пустякам, и о том, что человек не обречён заниматься чем-то только для выживания. Ему надо выбирать то, что у него получается, к чему есть склонность. Счастье для человека в том, что найти своё дело, любить это дело, делать это дело хорошо, следовательно. Плохо, когда ты занимаешься тем, что ты не любишь. Ну а зачем тогда этим заниматься, если тебе это не нужно? Если, например, тебе это внушили родители, общество. Какая разница? Это ведь их жизнь, а не твоя. Ты должен сам решать для себя, что ты хочешь. И тогда, наверное, ты будешь счастливым. Встречи жителей как взрослых, так и детей со священниками видновского благочения стали уже традиционными. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Павел Игнатьев strtw. Перевозвольных чемпе. Павел Игнатьев, Екатерина� carriesolen DOMWA. Ну а жив